добрый день добрый день рад вас видеть спасибо христиан Игнатий Тихонович да вот насчет публикации в интернете пожалуйста публикуйте чтобы сэкономить ваш вопрос нет я даю свое согласие на публикацию хорошо говорите пожалуйста скажите пожалуйста ну как бы такая ситуация что в общем-то помеж двух огней между молотом и наковальней ну как-то так получается я общаюсь с людьми и знаю что уже как что мне все 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 понятно но получается так что мне их некуда привезти ну как бы не 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 поп никто они не говорят ну хорошо пойдем посмотрим на вашу церковь приходит ну и чё это вот да я вот не знаю как-то у меня с моими батюшками дяконом но они не верующие я вот только что сейчас смотрю ваш последний веруем потому и говорим но я не могу заткнуться я все время все что в жизни я все время все время вспоминаю писание все время это видно как это все ложится вот из них они не хотят даже и слова вот я сейчас буквально вот этим занимаюсь и общаюсь они не хотят ну не знаю зачем ну не знаю как то получается я не ладно уже там какие-то там протестанты или еще кто-то там меня волнует вот не я сам меня волнует мои дети моя жена они говорят мы туда не пойдем там язычники они там меня меня выворачивает как только от прихожу это все это вижу меня выворачивать ну хорошо пошли обратно ну не знаю то есть вот эта живая вера она превратилась какой-то ритуальной деятельности и все я не говорю о том что это очень красивая служба все правильно да ну но без без живой веры без соборности без общения друг другом без соборного чтения писания и жить ее то есть и где-то кому-то что там как там все чашу делать кто-то друга не знаю и не хотят вот что делать куда мы куда мне с этим всем бежать я как бы да я готов там стоять я стою мучить но я не могу доставить никого из своих домашних и вот я общаюсь с просто с людьми не хорошо придем пойдем посмотрим что там у тебя за церковь такая ну вот показать нечем церковь то нет мы понимаем что здание есть да службы есть но но это все вот куда мне бежать с этим всем а зачем девать это есть такая пословица где родился там и пригодился это хорошая пословица господь будет искать нас там куда он нас поставил вот это надо определить там ли я нахожусь я сейчас прикрою меня свет сильно забивает я сейчас посмотрю как тут будет так видно нет да хорошо видно и так было хорошо ну ладно значит не нравится что-то вы сейчас как кончим разговаривать вы запишите что я скажу откройте ролик зарядите дело было в потеряевке название ролика по-русски зарядить его в ю тубе дело было в потеряевке репортаж анны афанасьевной афанасьевой это из телевидения 24 прошлом году были там она с ролик составлены а под ним комментарии я только что туда поставил 4 комментария и о нашем лагере я выставил 276 роликов роликов об нашем лагере и вы посмотрите ни одного сонного нету люди приезжают совершенно новое родители к детям они сразу как будто наши делаются и одеваются по форме и вместе с нами бегут вместе с нами все делают и церкви стоят молятся и живые вопросы задают не надо ждать то что когда-то кто-то придет и сделает как-то я слышал такой поэт у нас был в россии роберт рождественский вот это ну когда пишут победа заня за ценой не постоим то это его и вот он говорит напишут из провинции у люди у нас хорошие но руководители никудышно вы нам пришлите мужика и такого что башковитого он в то они у нас по полочкам то не лежат мужики башковито это а вы своей среды то вы выращиваете такие чем мы будем ждать когда если бы я на них смотрел я бы вообще ничего не сделал а уж бог разберет я делаю от всего сердца как я вижу но представь что 276 роликов о детях а всего у меня на ю тубе шесть с половиной тысяч значит нам есть что показать и меня ловить то голыми руками можем если недостатки какие искать то так что еще спрашивают понимаете вот чем дело это твоя вера и ты не имеешь права никому ничего навязывать как моя я что к язычникам пришел я хочу открыть библию давайте а зачем что вот это исламе за это награду получишь а если ты пришел все так как ладно христос пришел его гнали распяли а павел приходила побили за ноги вытащили за город язычники но в конце концов свет воссиял истина воссияла ты делай несмотря ни на что сядь в уголок и считай там библию читая честно вы просто устал решил вас набрать перед великим постовом я не уже обнял же руки отпускаются нет никак не тут же сам себе враг тоже то есть мне надо еще и с собой работать если я вижу что вот эти все поползновения вот внутренние еще есть и и враги со всех сторон понимаете тяжелая жизнь какая-то и анзотаус говорит некоторые вопрошает ну-ка даже покой то будет я уже столько делал детей вырастил но покоя никакого нет от лезут он говорит за одно это слово покой тебе гиены мало какой когда это поле битвы мы вы коротенькую эту жизнь и идем в вечность ты должен как ревновать беги чтобы получить проповеду и другим смотри чтобы самому не оказаться недостойным они не слушают я тебе еще раз говорю что ни на кого не надо смотреть молись богу и бог покажет я вхожу в камеру 30 или 60 человек все курят все матершинники все уголовники я там один пискарь я зашел широко перекрестился мир дома сему все зашевелились в дыму как черви а уже через день с 8 до 10 ни один не закурит два часа я проповедую день один прошел и охранники дверь открывает стоят слушают от нас зависит если у нас есть огонь мы дадим а если ты только так дымная головешка счет тебя будет ты перемене отношения не они виноваты скажи я виноват я виноват милости божьей жил новосибирске в пензе там волгоградской много где пришлось поездить жить и у меня везде одинаковая обстановка везде к хорошие люди и везде враги везде где бы друзей больше я же не говорю я сам с собой бьюсь и я понимаю понимаю но но почему вопрос никто вопрос то что говорится с бесами биться одному как со львами а с братьей как с голубями так вот почему говорю язычники неверующие протестанты там вот всех кого я вижу китайцы тут наш все народы мира слушаю и интересно а там где должно быть первое очень интересно не хотят даже слышать давайте с вами непонятно и я не могу вот эти вот вещи как то не знаю как не повезет как что мне дальше делать нам не за рука выведут церкви все молчу нам ответ не надо искать если его мы не видим сразу какая причина почему главное что он израненный лежит нигде не написано что подошел самарин и начал его исследовать а почему ты пошел потому что из урусалима пошел верх он в город проклятие зачем ты пошел ты же иудей зачем ты пошел один а не нанял войну почему не надо он раненый лежит и приходишь такие люди начинай работать перевязываю раны гостинику дать 2 динария ветхий новый завет 2 динария и начинай работать а то вы подошли как этот священник подарки кругом и скорее чтобы меня то не попасть и от оливит подошел еще не совсем засох поинтересовался посмотрел но это же туда а другой веры человек сектант еретик может какой-то подошел и меня поднял и мне библию в руки дали со мной так и было лично со мной я искал везде меня никто не уговаривал в руки дали книгу отошли зашли я уже готовый прошусь на колени скорее бог ждет меня я 23 года потерял я не могу себе по сей день простить это я не блудник не вор ничего мне не было но я был без евангелия ложный путь у меня был я возликовал и только на корабль при в этот день привезли на мы на рейде стояли я всему каравану сразу сделал известным живем неправильно за нас христос умер все неверующие учусь высшем мореходном училище меня попросили сразу отовсюду я ушел это моё моя как говорится плане да бог меня на это избрал я не то что чем-то отличаясь от других я знаю это путь каждого вот бесноватый я это бесноватый меня бог исцелил исцелил я господь я с тобой хочу в храм священником он кратери родным возвести я домой скорее в отпуск брат обратился пять сестер у меня родные все обратились а мама покаялась отец умер по-христиански а молчал спрятался ничего и не было барат один сейчас отец таким стал священником а я-то никто у меня образование никакого нету у меня есть огонь любви к богу и к библии все меня брать голыми руками можно потому что если бы я молчал а если подыскиваться ничего себе 38 томов выпустил книг да за каждой строчкой то можно найти что-то не так не сходится я об этом никогда не думал никаких цензоров не было бог и моя совесть мы каждое утро сейчас молимся каждое утро по москве это запиши по москве в 040 каждое утро я мы молимся и у нас по скайпу люди молятся 040 по москве зайди по вашему это самашему время нашу по московскому по москве не я нету московского у меня ваши есть но наша 440 440 утра до окна приходят люди это из других старых сторон там отовсюду и их сергей пупков написать сергей пупков но я вам скину эти данные и вы на него выйдете и скажете примите меня на молитвенное стояние и мы полное правило считаем как псалтырь как поклоны делать то что я понял у нас три раза в неделю идут николай три раза в неделю идут занятия по скайпу почему не подсоединяешься то подсоединяйся у тебя другой дух будет а печаль уйдет разве можно коротенькую жизнь и жить так надо радостно жить господь я устал просто и работают много уж и у нас жарко но вот видишь жарко у нас холодно и так причину бом искать у нас 30 градусов все стояло а те годы было по 40 с лишним еще на смотри смотреть на мороз огонь все расплавит я вот те годы когда мороз был пешком ходил тут километра три наверно в один конец университет и считай туда и обратно один раз в неделю два раза уже четыре уходки в месяц и сколько я пять месяцев 20 лет туда и сюда ни одно воскресенье не это вторник и пятница и бесплатно преподавал пяти университетах школах безбожий коммунистический остаток везде пять отделов милиции подобрал под себя городской воды краевое три радиопрограммы нигде ни рубля не получил не считая бизнесменом два занятия провел и там начислили мне как профессору неизвестных а я говорю у меня образования нет ладно видишь как мне уныне вот это или усталость непонятно я всегда работал на двух работах трех физических а ночью это мое время я засчитываю пленки кура накручиваю распространять и все это бесплатно и я ни разу голодным не был того что интересно у меня минимальная пенсия 6500 это ну по-вашему если евро у вас там 90 евро на месяц это и надо за свет и за дом и за мусор за за топлива за все а есть ничего нету совсем а у меня все есть кто-то придет кто-то подсунет кто-то спрячет я даже не знаю кто вот как бог делает вот сейчас какая-то с америки зашла татьяна разрешите деньги переслать он немного 100 долларов там в рубли перевела игры не посылай больше мне ходить некогда накопи там в раз в год пошли мне-то все равно не рубля не идет где дети теперь мы приобретаем дома лагерь то нам разбили теперь мы по домам а дальше мы будем как лагерь в дома пока роспотребнадзор не вхожий надо господь допустил изменение обстановки то ну и давай в этом трудиться какая разница мне куда меня затолкают бог все боя все это я так и делаю то есть я жена не понимает другие не понимали плюнь брось его а у меня вот понять понимание такое что в борьбе есть жизнь то есть это есть вот проблема это вызов это есть жизнь для нас наши чтобы мы были как бы сильнее любовь в этом так то есть вы считаете что что допустим вот это вот священнослужители то есть ну то есть они как бы не мертвы да то есть стоит там возле них бегать крутится и и и все время васька слушает да есть время вот это но пускай делает так я пошел мне открыть надо так так себя подожди ко мне пришел на пожалуйста вот такое дело и тут дело в общем что надо всегда на это настроить моя коротенькая жизнь господь не сделал так чтобы она была от кого-то зависим он дал мне свободу в этой свободе я должен быть рупором божьим не просто свободный тут можно накрутить знаешь сколько а надо так каждый день упражняться в слове божием вот я обратился у меня в среднем уходило часов 10 на на библию на библию как мне не знать когда ее только два раза насчитывал полностью для интернета два раза а сколько раз прочитал да по отрывкам бог знает мне это приятно я вот узнал где верующие живут около работы моей первый год когда я но и обед я скорее к ним они мне разрешили к ним заходить я лягу на пол места там мало ребятишки бегают и библию лежа на животе считая по мне ребятишки лазают прыгают ну малыши маленькие совсем-то а хозяйка спросит на работу я иду до кого обедали я вот так вот то ли обедал то ли нет я серьезно не могу сказать обедал или не обедал это жажда от бога под старость люди думают ходил я в туалет или не ходил а я даже есть как будто я совершенно другой стал библия в руки попала я голос божий слушают поехал к священникам библии до евангелий достать приехали а батюшка лежит пьяный полный стол окурков а там женщина какая-то 2 накрашенная но видно что это не жены я говорю а у него библия то есть евангелие да нет он ее пропил говорит и что развернулся да и пошел а москву приехал первый раз семинарию попал в академию я увидел там неверующие люди они библии не знают совсем ну и что на меня это не повлияло нисколько значит другое для меня задам вопрос последний раз об одном и том же под другим углом до какой момент переломный когда из этого как бы прихода да там где-то попы дяка уходить другой или не уходить не уходить ник не под каким видом не уходить вообще никогда нет а вот и все остальное только другого типа ты нигде лишнего не говори стань в уголок и молись молись крепко пост объяви чтобы на себе лишнего килограмма не было и дома считай библию придешь около храма постой посчитай не задевай никого и ты увидишь постепенное потепление кому-то услышишь помочь надо что-то сделать внимательно слушай пока там бабушкам дело а может и священник у меня который против меня воевал священник а у него крыша протекает а я вот он и теперь мы за столом сидим кто работники то работники это церковная а выше то лестят они старики а я молодой но они ему задают отец николай войтович вот на игнатия говорят сектан то другое да какой он сектант но такой же как мы только водку не пьет а он всем по полному стакану налил такой вот и все простите батюшку выписывают он просил чтобы ключ был у меня чтобы не стучать здесь ну да все дадите ключ какой ключ от храма храма с веревочками пойдем я тебе дам ты ему паспорт тот отдай ну давай так сейчас подожди николай пожалуйста сейчас идем это у меня австралия хорошие люди и меня можешь там припереть на вот этот который красиво открывать а потом не вернешь сразу он свои возьмут пускай у нас отец такие в больнице был он сейчас выписывается это у нас в деревню приехал поселять а роман малыш но видишь как вот помогают тут вот николай никогда руки не опускай вот он вычитать уходить и и стоять там стоять и молиться сохрани бог тебя уходить никогда этого не делай ты пойдешь туда там еще хуже будет один монах на острове было там 13 человек ну семеро за него шестеро против он не выдержал на другой остров поплыл ну там мой брат приехал а теперь там уже семеро против а шестер за него наоборот стало и он это еще и выгодал то давай назад поворачивать я никогда не думаю сколько врагов сколько друзей хотя у нас гимн есть такой на наш форум заходи на youtube на youtube и ты видишь там поется во свете библии сколько врагов сколько друзей сколько врагов один восклицательный знак а сколько друзей 3 восклицательных поэт написал нужно каждым днем дорожить и никогда не говорит что день был плохой люди нет это самые хорошие люди для меня были вы не понимаете я-то нормально но мне нужно куда-то семью привести чтобы о них моя забота я-то один да где еще пускай они молятся стоят еще надо это до этого в храме богослужение идет скажи станьте молитесь дома я буду заниматься к себе домой пригласить кого-то домой приглашаю людей когда из храма я беж это все нормально все 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 же я учитель ты замужем замужем мы уже продвинулись далеко вот уже продвинулся при все хорошо но опять таки я понимаю что ничего не меняется именно с церковнослужителями потому что они маленькие боги для других людей они говорят как батюшка скажет так мы сделал ты не ты не батюшка что ты мне говоришь мне я твое что ли говорю мне 53 года говорят и не в одном храме практически ничего не изменилось а теперь к нам ездят и архиереи митрополиты священники работать надо не надо ни на что смотреть а в церкви не меняется а ты молись награда твоя бог не сказал нам обращать от нас это не зависит это благодать обращающие второй вопрос другое это прошли все есть тут одна женщина она она такая полуверующая неверующая из англичан то есть английского происхождения англоязычная и она не такая муж бросил вообще такая вся вся неблагополучная у неё дочь возраста моей дочери они вместе в одной школе учишь ночью жизнь дошла до того что не голодать начали в австралии ну вроде как-то бог так все устроил что даже на работу она пошла так получилось что где-то как-то через меня потихонечку одно к другому но опять таки и я и все вот говорю о том и всем пусть я ничего не давлю ничего просто рассказываю да когда есть время когда есть возможность ну чтобы это было уместно и так получается что она не слушает особо и все время у нее какие-то жизнь из извенья это какие-то неприятности то не у машина поломалась то она руку поломала сейчас она ногу поломал и и вот это вот есть такое какое-то противоборство у нее внутренние не идет ни туда ни сюда вот видите какая ситуация и вот у меня вопрос как мне быть то есть мы там помогали все то есть и вот и вот это вот все вот все как воду песок уходит не хочет она восстановиться понимаете то есть именно это же неблагополучные вещи так просто не случаются вы сами прекрасно вот как потому что у меня вот это вот вот такая практическая моя ситуация вот волнует то что вот вот есть такие вот как бы ну не то чтобы подопечная но так вот она ко мне прибилась я не могу отвернуться не знаю я не вижу ее у нас такие были они побудут короткое время если они не желают им это точно будет я поселился в новой квартире барачного типа по стенам взять 12,8 квадратных метров это и кухня и спальня и приемная и туалет все здесь в 12 и у меня по 11 человек ночевала ни один на полу не лежал комнату разбил на плацкарты и соседи с первого дня как я пришел прямо лезу тут пьяница жил в коридоре только четыре квартиры и в двух квартирах уже были самоубийцы суицид народ то какой и вся улица такая я прихожу с работы они ко мне домой лезут и что я должен делать а я рад что они приходят я библию беру начинаю считать один другой третий перестали ходить больше никого нету но господь дал других людей меня нигде не принимают на работу я освободился за каторжи и начальник специально есть майор был евгений венс его держит для того чтобы он устраивал которые люди возвращаются из заключения он всех устроил меня не может устроить один день мы 18 предприятий скоснулись и меня нигде не берут примут на работу через шесть часов во вторую смену выходите я выхожу мне кричат иди сюда баб птицы трудовую в окно выбрасывать вот какое положение было еще иду дальше и наконец не мог он устроить меня а это же дороже район он меня устраивает в неведомо стоянная охрана в этом же районе где милиция то есть они это хотели но теперь тут находится такой человек он сейчас представитель президента очень хороший по политотделу работник этот виктор сергеевич я с ним поговорил я говорю нельзя ли с вашими офицерами занятия вести и он устроил каждый месяц всех собирает офицеры и я каждый месяц веду занятия с офицерским составом милиции мне бы никогда туда не пройти никто не допустил но меня загнал господь туда загнал а через него я вышел краевое 750 офицеров уже сидят передо мной за мной приезжает я в тюрьме у заключенных выхожу черная волга стоит замполит приехал полковник сотников там все прокурор из края собраны совещание у нас и мы сказали такой человек есть садись машину я из тюрьмы выхожу меня в машину теперь прокуратуру там милицию везут я этого не делаю меня на руках просто я оттуда возвращаюсь стоят машины два полковника подходят танковых войск и там авиация тот мы у вас ждем как девы долго были я говоря что мы тут решили зафрахтовать самолет чтобы из одной воинской части другую вас перебрасывать быстро да придумать даже нельзя теперь они нанимают кинотеатр воинская часть пройти никак ну солдата много и по коридору меня тащит волоком я выступаю в одном кинотеатре в другом это огромные кинотеатры я бы никогда не собрал это они делают бог делает бог мой бог дивный спаситель и они говорят другие области и сообщают там а потом начальник и говорит знаете моя милиция себя стала тише вести эти разбойники то они милиция то там грабят еще попало делает оборотни в милицейских погонах и это мне говорит не кто-то человек генерал а я там кто перед ним вот как бог делает и у меня завязываются близкие отношения с прокурором края генерал-лейтенантом и через него сколько бог открывает двери сами раскрываются преградов господь так разбивает и прямо с косяками вырывает и иди ну вот и вот эти которые в 12 метрах жили то есть но вот у меня конкретная ситуация человек просто-напросто идет и убивает себя да то есть одно за другим и и вот сейчас как бы ехать опять больницу все то есть у меня тоже просто так уже вот как бы что делать ехать и и это же все вы же понимаете на мои плечи ложится я по опыту говорю я сижу с одним он не хочет даже ничего делать я сейчас скажу николай как раз по этому делу сидим с ним он первый рыбак алтайского края у него космонавты отдыхают первые секретари семер вла север владимир метрофанович но у него там что-то нашли там какие-то деньги там не так там делали что-то дело ему 14 лет я теперь иду о нем ходатайство у него жена в это время попала в больницу как у вас я ее не знаю ни на ивановна север я узнаю где она в больнице лежит и иду к ней она в реанимации лежит она говорит теперь мне я горит глаза открыла у меня горит около кровати что-то такое волосато играть все она меня-то лицо только видит волосатая горит такой и молится она лежит без сознания реанимации а я молюсь молюсь тут же в реанимации она только очнулась и меня увидела а теперь я с ней беседую я ходатайствую за ее мужа и вот срок сбавляет а потом освобождают она теперь к нам едет это таких историй у меня очень много которые на нас нападает они ничего не могут сделать у них ничего нету они умеют и колоить вокруг моей колокольни и мочиться как маленькие собачонки а хорован идет своей дорогой я приехал в америку в америку это страна такая и там русская диаспора и вот там один сорокин это город лос-анджелес и говорит наша молодежь совсем не нуждается в боге они не слушают еще ягну вы мне встречу устройте с ними борости вы понимаете но мы-то их лучше знаем чем вы знаете то наконец собрали после работы я с ними встретился поговорил а потом говорю вас такой вопрос интересует да я стал говорить старики то сидят час второй час никто никуда это счет а наша молодежь они пришли в ужас просто молодежь такие вопросы задают игры что вы сделали с людьми у них сердца открытые какая прекрасная почва я им стал говорить о жертве христа любви божия скором его пришествии меня засыпали вопросами тут сидели и словаки и кого только не было я проповедую журналистка монастыре там китайцы кого не было объявили заранее будущее россии во свете святой библии по святым отцам понимаете как аудитория какая монахи там кто архимандриты китайцы сидят там и переводчики рядом а у меня море что сказать им я выкладываю все что мне бог дал один только кончил он подошел и разрешите вам чек выписать а грош я в чек-то в глаза не видал ну доллары я вообще такое один говорит да ты не спрашивать там разменяешь он выписать на 6 тысяч первый раз меня в глаза видит что я его за зомбировал или что он коснулся господь его сердца сердце коснулся но случилось так что я уехал я его не могу найти он хотел побывать у нас иосиф де гранде если встретиться когда знай чтобы на меня вывести то ли он семинарист был или что я даже не успел спросить тут толпа тесны ли куда бы ни послали я не сам готовлю от мы едем с благовестием проезжаем от владивостока карта знаешь куда вся страна все миссуальманские республики по турции по турции выходим на грецию и в афину спускаемся а потом переплываем море я там папам книги подарил французскую и венедикту оттуда мы едем франция испания португалия португальского языка не знаем шофер сидит за рулем я говорю николай а где понятия не имею вдруг с большой трассы маленький переулок он заворачивает ягра счета изобретать не знаю прям как-то дернулась и там сидят пенсионеры 3 подошли к ним поговорили один из них хорошо говорит по-английски но мы сразу начали говорить он ведь есть русская церковь но это далековато там недалеко полиция говорит есть ну говорит от оттуда поехать 20 евро надо у нас деньги нам подали на дорогу 500 бумажка 1 но он говорит вот этот богатенький мужичонка дайте ему ягра он не обманет не утащит наши деньги да нет но он пошел принес и мы отсчитали ему 20 евро дали он за нас поехал впереди он не доехал один день дом зашел полицию это как маленькая как вроде в сторонку то они вот так вот рядом это православная церковь то я только зашел с обратной стороны где заходят то выходит там видно и подиакон или кто а вы кто будете ягру с россии а кто я гринать и лапкин и гнать и он скорее туда выносит за пивку просворы я думаю что такое мое имя повлияло как отец геннадий фас там был который у меня обратился минонит он говорил им и он сразу меня только закончилось вперед перед народом объявил я стал говорить слова а он вытащил тарелку держит на дорогу жертвуйте до того интересно никого не знаем и бог так делает и дальше я книги стал тут и продавать и отдавать как в испанию отдать это все мы засняли все в интернете мне думать даже не надо я ноги не успеваю подставлять и дороги где бы мы ни были выезжаем но 600 городов посетить все это не игрушка везде мы молимся сразу начинаем вот 100 поклонов это и семь раз в день а мы в пути мусульмане где мы рядом становимся нас в обиду никто не даст игнати тихонович вот как мне слабому вере да то есть не никакому поступать данной ситуации потому что вы пришли волосатая пришла помолилась ушло и все дело сделано бог за работу сделал а у меня вот все таки видите я мал в господи совсем и у меня вот вот такая ситуация вот до какой степени ходить за такими вот людьми вот вы там допустим с такими которые вот тоже бегаете за всеми там вот алкоголиками прочими там по улицам их собираете хотя в общем-то они осознательно ничего не хотят их устраивает а вы слышали про портопопа вакуума петрович его величать кондратьев его ссылки ссылку при алексея михайлович а жена у него на статья марковна она горит петрович до коли вот это все он до самой смерти марковна до самой смерти сколько он претерпел его сожгли православные каньяне сожгли в срубе огнепальный и он где бы ни было он проповедовал воевода пашков пищально не он отставил чакнул она не выстрела он стоит перед ним то что такое ружье не выстрел твои вода он снова заряжает и опять осечка а он его перекрестил и говорит афанаси придет время ты придешь ко мне чтобы я постриг тебя в монахи тот думает с ума сошел поп-то но когда пришло время его царь зажал теперь ему казнь грозит а монахов не казнили он прибежал к нему постриги меня в монахи он готов помнишь я тебе говорил а его в ссылку ссылали это злодей был злодей 450 своих которые стражники были он уморил там за байкал когда отводил даурию голода и а вакуум то был а вакуум вот пример для нас живой русский пример доколе до самой смерти а у него детей было много и он говорит эх марка в нас связали вы мне по рукам я бы сказал разве так она говорит не смотри на нас иди посекай всю эту ересь посреди поля растущую вот какую жену надо иметь и бог может и твою сделать такой она скажет николай не опускай руки иди проповедуй школы университеты на остановках везде говори у тебя новые друзья будут я вот проповедовал везде и на заводах на фабрика в школах университетах по радио и новые новые люди подходили вот как и при том это в как при коммунистах еще но посадили раз другой ну еще отсидел да и вышел ну ничего меня же не но спотникам ну все я понял но я бы немножко не ответили на мой вопрос по поводу вот ну что делать с людьми которые вот 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 просто я тебе отвечаю ты не понял до самой смерти ухаживай заботься я же тебе отвечать и не понял ну понял 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 но это то как мне сердце говорит айду ваш не скажешь что-нибудь полегче я конкретно и говорю я говорю что с такими людьми ты узнался она не против она желает не бросая ее позаботься а сам работа и скажи если ты можешь и не работаешь то это очень строго бог накажет некоторые суетятся ничего не делает павел говорит желаю чтобы работали своими руками дабы было еще уделить нуждающимся как ты на суд божий предстанешь а сейчас и слушать не будешь ты сначала накормил тогда она будет слушать а раз она болеет и вообще удобно беседовать все я понял да но я тебя все крестно говорю все все понятно в общем но я как то вот принимает принимает если даже не будет принимать тогда другое дело у нас была еврейка еврейка ну женщина то неплохая сын у нее там израиля и бежона верую когда по и бога истина от бога истина не поет но я понимаю у них это называется мессианская бога христа богом не называют ладно ну и я как-то сказал я говорю знаешь вот такое у меня впечатление складывается и в книге написал этом что господь избрал евреев и как будто ошибся до чего они злые всех обирают всякие революции устраивают слуги дьявола самые настоящие как она взыграла да вы что да вы то другое огром пришел к погибшим овцам израиля один скотомогильник был и она стала распространять видимо там когал и помог то большие такие в трактаты и в ящики бросать везде ходить против меня а ведь еще не сделала она написала да вас не возьмешь вы любого жида за пояс заткнете любого жида нас интересно и она исчезла но вот она заболела недавно совсем и мне сказали я в этот же день скорее к ней пока там она упала шейку бедра сломала я когда зашел к ней она опешила это вы ко мне пришли дескать она знает что она делала я говорю наплевать да забыть все фаина соломоновна радуйся господь с нами и мы видео записали она здесь же в интернете и фотографии мы оставили еще могли что могли для нее ну что она враг был бог меняет то есть даже даже если знаешь что человек возможно просто паразитирует и наглую просто используют тебя ну ты дурачок делай делай мне как раз это и нужно то есть все равно даже даже на это не обращать получается не обращать надо работать чтобы он не делал а меня кто за нормального считает у меня 26 лет психиатрии только они меня держали на учете и долбили будешь веровать укол дадим с ума сойдешь ничего это меня спасло от многого я не выехал за границу мне бог открывал это постепенно все и тюрьма мне на помощь была и пересылки и все это на пользу было она меня выковала таким какой я есть но рука руку моет дом ну да мне только в один год в детском лагере три уголовных дела против меня возбудили все закрыто я подал на них суд кто подавал на меня и выиграл все процессы вот и все а так бы так поднял все ой ой да я боюсь я делаю дело которое бог одобряет и написано тот кто в вас больше того кто в мире и сатаной надо не бороться а побеждать римлян 1620 это борьба борьбы не будет награды не будет мне-то можем успокоиться мне 78 год а я как будто бы мне 18 лет да все понятно ну как то вот спасибо мне общем-то это нужно было то есть мне иногда кажется что вы какой-то нереальный персонаж в том плане что ну просто видишь не со свое несовершенство при общении с вами и ролики когда понимаешь насколько это ну обмерщение и рабство вот комфорта и где деньги и плотские ну похоти разные чей и плоти и гордость житейская сколько мы рабы всему этому мирскому особенно когда вы таблетки вот эти ну вот этот рыбий жир там такое полезно это не там это не это не 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 лекарство ну вообще то есть я понял что было у вас голове и теперь даже своим слов никаких не потери все там друзья свои подарки отнесите вот туда положите где-то вот вам красный крест вот вам православная церковь положите туда 50 долларов вот вот вам подарок это все правильно и вот это все эти автомобили дома все это все это все убивает я бы в россии когда были николай а она говорит только одно отречь от реки себя возьми крест все вот это вся вера а вот тут я слаб я настолько слаб что я понимаю что я я ради колбасы господа бога могу придать понимает но вот но я утрировал как бы но но вот такая вот ситуация ну не то чтобы колбасы да да надо все все продать и и чтобы ничего даже не мешало так и надо надо быть решительным вот маленькое дело у у нас в уставе написано свитер поверх рубашки не носить свитер под низом чтобы сверху был пояс ну чтобы не попасть а у меня свитеров надарили сколько я их все сложил в мешок в рюкзак пошел в дом инвалидов и раздал а там подарочные были красиво я их даже не надевал все у меня их нету я нарушение никакого нету а что вперед берете пример себя я подражаю христу и это бог позволил воплотить это благодать божия я никогда не торговался по значит пост где в лагере у меня в петров пост ну прям я привожу и там у меня сметана все есть а дать нельзя пост и мы пост ни разу не нарушили из горка за им рыбу разная там овощи фрукты и чтобы нарушить я даже не помыслил бы да мне пост мешает не мешает там воевали против нас даже в псб как-то подключилась всякие органы прокуратура в прошлом году только в шестнадцатом году выдела роспотребназор то ничего все позади я готовлюсь к другому а теперь что-то с вами сделают там убьют убьют или не убьют я не знаю прятаться не намерен чего ради убьют я никому не мешаю начальник уголовного розыска приезжал несколько раз познакомиться а может быть не для этого я никогда не проигрываю варианты почему это от бога зависит с моей стороны я проиграть я ему сейчас нагрублю а я толкну а я ему говорю о боге у нас день общины у нас престольный праздник я его приглашаю женой вместе приехать вот и все мы сами даже только себя углубляться и меняться а та сторона может и не воспринять если они не обращаются награда больше златоуз говорит ты работал бог за труды дает они за то что обращаются обращаться от нас не зависит их батюшки с добром а он тебя пинком а ты молись за него и дальше тяжело поле вот это он просто у меня здесь никого нету есть мои любимые девятики назаряне ну и у действующие так называемые вот и они конечно ну такие горячие в мире библию мы хорошо мы читаем все то есть знает но просто понимание повернута не туда вот а приходишь вот я с вами поговорил я понимаю что я не один потому что не обязательно чтобы тут рядом были мне достаточно вот там сидите себе барнауле нормально вы там делаете я делаю что-то чуть-чуть под 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 уныл под устал как-то не знаю что-то я начинается какой-то нет никак до рук я пуша и будешь стареть стареть будешь дальше то каждый день ближе к смерти чё ждать то надо успевать сегодня ныне когда уж слышите голос божий не ожесточите сердец ваших как во время ропота ныне нам не принадлежит вчерашнего ушло будущее завтра еще не будет или не будет я сегодня сейчас должен это делать подняться идти а как я вышел на остановку никого нет гляжу два человека стоят посмотрела студенты убирают в мешки мусор я сразу к ним а иду по городу босиком совершенно босиком на мне заплатанные штаны как всегда я подошел они до вниз они не смотрят а на меня смотрят я им стал говорить как со перед студентами они вторые трети там подошли уже их несколько но я поговорил вижу надо работать я попрощался пошел а тот подошел издалека и видимо спрашивает а чего вы говорили я слышу ой горит так интересно кто да вон он идет они глянули один забежал который нет это не он не он то есть видели которого лицо и когда глянули на ноги босиком и заплатах весь они не могут это совместить а я иду не куда-то в администрацию края прокуратуру такой босиком и в заплатах и везде принимают от нас зависит в австралии это нормально так что но я понял о чем вы говорите все ясно но у вас капитал или он а у меня капитал 10 копеек и вот как из капиталом 10 копеек даже тяжелее как бы даже по бизнесу узнать когда я спит тяжело сделать только первый миллион я хотел спросить вы когда были в россии последний раз ой давно предпись а ваша жена австралийка или вы здесь я нашли не украинка мы оба приехали со всей такой как же за женой приезжали сюда или здесь женились не не нет женились в киеве все 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 тамошние а вы епископа и в тихий лично знали нет 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 но все тут кто-то как же жену искал с австралии и кажется тоже николай звать того что но тут такого такого я в нашем штате нашел хорошую невесту и увез в австралию интересно не в тихий до и в тихий наш епископ с ним ездил епископ а кто тут не тот николай который ездил какая-то фамилия его тоже как украинская это у меня где-то фотография даже было его я знаю что один мирянин таскает невест оттуда да не тройся есть он мирянин есть а так белой церкви что ли он приезжал сюда и знакомы с нашими пископом он к зарубежной наверное церкви там принадлежал то и искал невесту приехали потеряевку на потом говорит он ее нашел где-то и уехал увез невесту вот что я знаю тут такая у нас община что я не знаю даже как их звать никто ни с кем не разговаривать пришли отоварились как в магазине и разошлись о чем знакомиться супермаркете в магазине с каким-то человеком то есть может быть он подходит вот тут рядом где-то я и не знаю нет этой жизни каждый себе пришел ухватил и разбежались главное чтобы пузо сытой хата была и все вот я вам скажу случай каждый отпуск мы ездили по россии мы работали в мостопоезде у нас билет бесплатный был бесплатный в один конец советского союза но мы которой билеты выдает и мы с ней поговорили она написала ехать на фрунзе переплываем каспийское море азербайджан грузия украина там один конец мы едем молдавия и дальше в санкт-петербург это один конец у нас назывался вот таким кругом ездили так где доход разные люди встречаются мы приехали в москву и у одного были хороший такой человек михаил гордеев он из барнаула там женился там телефон мы сразу начинаем знакомые адреса всех вызванивать и у него собираемся полная комната людей а нас шестеро и вот они сидят все довольны все хорошие и один другому говорит а вы из какого города как сакова до из москвы из москвы а тот ну из москвы где живете тут вот это горит до живем в городе не знаем приехал с алтайского края чтобы нас свести вместе понял вот какая история то я из сибири приехал чтобы нас познакомить друг с другом ягра почему вы раньше не познакомились ну и когда пошли а там допустим около метро или василия блаженного собор такой на площади есть я там проповедовал а тут сразу милиция так эти друзья то новое то они все на другую сторону улицы перешли чтобы на их не арестовали то а меня забрали там ну и выпустили это все у нас было нас тоже дня две дочери тоже так тоже как бы что-то надо думать пока чушь не думается потому что местное население но зато 6 воевали бомба не упала войну австралия то страна такая бомба ни одна не упала на вас к вам не гитлер не коммунисты не приходили не на себе чуть-чуть повоевали на севере континента с японцами же его до нового я знаю австралия это далеко это единственное такое место где не не потертая да скажем так так все заканчиваем это очень благодарен вижу что я говорится хоть что-то но еще последний момент поделитесь программой вашей какой программой вот зайди слушай на сайт на наш зайди на сарок и там мои книги написано все книги и там 2 том открытым оком и 3 2 как беседовать с сектантами а 3 как образовывать общину как домой людей приглашать как говорит 3 том открытым оком запиши 3 том открытым оком и там есть такое в оглавлении посмотри пособие для изучения евангелия от марка евангелия от марка как вопросы задавать какие люди там все описано я не буду же и говорить потому что это время отнимает поделитесь программой по библии на 77 книг у вас есть на русском языке которую вы используете ну так вы можете каждый день мы выставляем толкование блаженов эпилах ты в основном на нашем вот это программа с поиском которая на компьютер я не могу это сделать я не знаю как переслать я скажу сегодня придет у нас никита он разбирается и он может вам послать и делайте если выложите и для всех потому что это настолько помогает конечно я полной понял это очень поле и главное что таких и так у меня такая точно стоит только 66 книг а тут даже все каноны все соборы выставлены и у меня только точно такая же только протестантская нет протестантская седана кургуза они обрывают 11 книг у нас полная абсолютно полная и только в синодальном переводе никакую библию в руки не бери которая не перевод не синодальный там могут ошибки роковые по под поговорите с ребятами своими может быть вам удастся поделиться этой программы что у поисковик чтобы могли находить по нему да но вот эту программу которая у вас проинсталирована библии на русском языке поисковик по алкоге поисковики вы тут же копировать можете все хорошо я узнаю как я сам не могу скопировать она у меня стоит на экране но я не знаю как я бестолковый в этом деле абсолютно к горячей россии никиту спросите как никита кстати но на работе в работе вечером придет он вечером у нас мы с одного места с одного буквально вот точки у у нас три раза в неделю занятия идут вы знаете по сказать уже вот такая голова понимаете мне дело дела уже мне это все надо как-то реализовать честно говоря знание все все господь открыл и даже уже показал и доказал что правильно иду но как-то я скис но всего хорошего николай с богом